Добрый день, уважаемые зрители сайта goodgame.ru Нам сегодня посчастливилось поймать Алексея Валентиновича Шемякина Вице-президента Федерации Киберспорта России Мы находимся сейчас, как вы видите, на Всероссийской Киберспортивной Студенческой Лиге Здесь в Ростове-на-Дону проходят финалы Это базовая информация Теперь хотелось бы рассказать, услышать о том, что здесь действительно по-настоящему происходит Кто сюда приехал и в чем они соревнуются Хорошо, мне туда смотреть или на вас? Туда А можно и на меня, в принципе, как вам удобно? Всероссийская Киберспортивная Студенческая Лига Сейчас идет ее шестой сезон Это не первые студенческие соревнования, которые проходят у нас в России До этого достаточно продолжительное время у нас в Москве проходило нечто подобное Которое и стало прообразом этого соревнования Это студенческие соревнования, проходящие в следующем формате Значит, ВУЗ формирует сборную команду сразу по нескольким играм И именно эта команда представляет честь ВУЗа на нашем соревновании То есть в следующий этап соревнований проходит не отдельный киберспортсмен Который занял первое место в своем виде программы и в своей дисциплине А сборная команда учебного заведения Как на Олимпиаде, да, получается? Скорее, это формат спартакиады Так это, наверное, называется Вот, а в этом году у нас участвовало уже более 450 учебных заведений Направили свои команды на это соревнования Что, в общем-то, огромное количество За 6 лет мы прошли большой путь И отборочные региональные прошли в 59 субъектах Российской Федерации Они были онлайн? Нет, на самом-то деле большая часть этих соревнований проходила на лане Или в формате Яснук То есть я сейчас расскажу, что это за формат Значит, региональные соревнования определили победителей в каждом из этих 59 субъектах Российской Федерации Более того, там, где собралось больше 16 сборных команд региональных Тем регионам было предоставлено по 2 квоты Ну, шутка ли, у нас в Москве, если не ошибаюсь Было более 60 учебных заведений приняло участие в этом соревновании А так как некоторые учебные заведения могли предоставить по 2 сборных Например, такие как МГУ, МГИМОД и так далее Команд, команд там только в одном этом субъекте набралось не менее 90 Поэтому, естественно, давать на такое огромное количество участников всего одну квоту не совсем справедливо И поэтому у нас по 2 квоты некоторые субъекты получили И вот победители регионального этапа попадают в зональный этап Это, если в прошлом году у нас в рамках каждого федерального округа проходил зональный этап То в этом году формат немножко поменялся И разбиты регионы на дивизионы Было 4 дивизиона, на каждые по 2 квоты было выделено И первое и второе место в каждом дивизионе Объединены по федеральным кругам, например, СФО плюс ДВФО и так далее И там уже, естественно, спортсменам никуда ехать не нужно Наш вид спорта позволяет проводить соревнования онлайн Но для того, чтобы все спортсмены находились под неусыпным контролем судей Мы придумали такой формат, который расшифровывается у нас ЮСНУП То есть единая система соревнований на удаленных площадках Когда каждая команда в своем городе приходит на площадку соревнований Играет оттуда с участниками из других регионов Которые тоже находятся на площадках специально оборудованных в своем регионе Под присмотром судей Под видео, ну да, присмотром судей, наблюдения Вот, по итогам уже зонального этапа Вот победители всех этих 59 регионов попали в финальную часть То есть 8 финалистов было определено И за игрой всех из них вы можете наблюдать сегодня в замечательном Ростове И вчера прошел групповой этап, где определились участники стадии плей-офф Сегодня идет уже финальная, завершающая часть Где в каждом виде программы определится победитель Каждая команда-участник получит за занятое место в своем виде программы баллы И по сумме этих баллов определится команда-победитель Которая и поднимет над головой кубок Всероссийской киберспортивной студенческой лиги Я горд, что в финальную часть и в плей-офф попала принимающая сторона Я так понимаю, что Южный федеральный университет Более того, я вам скажу Тот участник в дисциплине, которую я комментировал Харстоун именно из ЮФУ занял первое место в этом виде программы Сегодня уже Можно его поздравить? Пока рано, поздравим, да, будем надеяться То есть у Южного федерального В своем виде программы У Южного федерального есть даже шансы чемпионами стать? На самом деле, если мы посмотрим на Южный федеральный округ в целом То сразу целых две команды из этого федерального округа попали в финальную часть Насколько я понимаю, даже из центрального федерального округа А, нет, из центрального тоже две Но это очень хороший результат Немного о дисциплинах По какому принципу они были отобраны Ну, насколько я понимаю, самое простое это по популярности, да, игр? Что за игры представлены? Ну, естественно, в первую очередь мы смотрим на популярность И в первую очередь в нашей стране Поэтому такие игры, как Counter-Strike и Dota Становятся постоянными, скажем так, участниками наших соревнований Опять же, есть традиционно в студенческих соревнованиях у нас И Clash Royale и Hearthstone уже долгое время Потому что это тоже очень распространенные В Clash Royale это мобильная игра, очень популярная Hearthstone это коллекционно-карточная игра Тоже достаточно в своем жанре очень популярная Ну и, естественно, StarCraft 2 Потому что это классика киберспорта Это то, скажем так, с чего... Ну, понятное дело, нельзя сказать, что прям начинался киберспорт, да? Но это самый, что ни на есть, киберспорт исконный Еще StarCraft 1, когда он был Соревнования по StarCraft первому В Корее, в начале нулевых уже собирали стадионы Хотелось бы Хотелось бы, я так понимаю, что мы стремимся вот получить в итоге В каком-то прекрасном будущем В прекрасной России будущего хотим получить какой-то вот корейский формат, да? Ну нет, подождите Мы всегда идем своим путем, это безусловно А здесь Компьютерные игры очень динамично развиваются И интерес к ним неуклонно растет То есть, если мы возьмем срез общества, там, я не знаю, 5-10 лет назад То людей, играющих в компьютерные игры, было значительно меньше, чем сейчас Сейчас уже вы практически не найдете молодого человека, который бы не играл в компьютерные игры Другое дело, опять же, что и технологии позволяют как раз играть практически везде То есть, если раньше вам нужен был стационарный компьютер И очень редко у вас был такой интернет, чтобы вы могли играть по сети со своими друзьями То сейчас уже ручные девайсы, смартфоны достигли такого прогресса Что вы можете во многие игры играть просто, находясь в любом месте В России очень хорошо развит интернет И в первую очередь, конечно, мы ориентируемся на массовость и на соревновательную составляющую Потому что, несмотря на то, что в компьютерных играх, по сути, десятки тысяч Но только бесплативными дисциплинами становятся единицы из них То есть, если мы насчитаем, там, ну, может быть, два десятка сейчас наберется А в чем секрет успеха? Вот как в компьютерной игре стать популярным? Ну, первое, главное, на что мы смотрим Это равные условия на старте, безусловно Вот, чтобы, опять же, влияние, чтобы результат в игре достигался за счет мастерства именно спортсмена Не за счет удачи в основном, не за счет каких-то вливаний, как вы знаете Многие игры сейчас предполагают возможность усилить своих персонажей А именно за счет мастерства участников, за счет слаженности их взаимодействия и за счет опыта в игре Ну, я так понимаю, что сейчас упор делается на командные игры Потому что, опять же, позволяет интернет, потому что развилась индустрия Если на заре киберспорта все-таки делался упор на индивидуальные соревнования, да, те же самые РТС То сейчас огромная популярность у мобо-игр, так называемых, да, рассчитанных на командное взаимодействие Ну, если вы спросите меня, то... Не понимаю, сердце ваше с РТС, как и мое тоже Я... поигрывали в StarCraft, WarCraft? Ну, я в StarCraft, WarCraft немножко поигрывал, конечно И, к сожалению, сейчас эта игра не так популярна, как раньше Все-таки очень высокий порог входа Очень высокая степень требовательности к навыкам, к тренировочному процессу Потому что очень много действий нужно совершать в минуту Очень много нужно знать по игре непосредственно Сейчас все-таки массовость дает играм именно, скажем так, некая казуальность То есть, как вот девиз у некоторых игр Blizzard Easy to learn, hard to master То есть, чем легче в игру войти, чем проще ее понять, чем проще в нее начать играть Тем больше шансов, что она станет массовой Вот, поэтому массовыми становятся как раз более, скажем так, простые для освоения игры И не столь требовательные Но это веяние времени, ничего страшного в этом нет Опять же, технологии не стоят на месте Игры зачастую очень взрывной рост популярности приобретают И через какое-то время их популярность сходит на нет Вот еще недавно, например, везде было PUBG, например, везде PUBG, Fortnite А сейчас уже другие игры такого формата на пике популярности Поэтому за этим всем мы следим Естественно, стараемся участвовать в процессах развития этого направления Следим за сценой нашей соревнований Проводим, стараемся проводить соревнования по всей России по различным играм Потому что, по сути, если мы говорим про профессиональную сцену То в основном, конечно же, там самые флагманские дисциплины Каунтерстрайк, Дота И даже вот был недавно некий У нас же вот, я работаю в Федерации компьютерного спорта России И есть даже в комьюнити киберспортивном Некоторые недовольные говорят, что мы что-то делаем неправильно И вот я был свидетелем такого спора в одном из чатов Что ему говорят, что вот ты критикуешь ФКС А сам ты все равно ходишь на соревнования Он говорит, так потому что больше негде в моей игре Никто не проводит соревнований Понимаете? Поэтому мы стараемся поддержать все направления Игровые, на которых наши спортсмены заинтересованы в участии И благодаря которым они могут получить соревновательную турнирную практику И потом это отразится в том числе на их результатах на международной арене Вот как раз хотел вспомнить, что наверное еще и потому сейчас проще развивается киберспорт Что вчерашние мальчики, которые в 2002 играли и были одиночками в этом мире И все на них смотрели, что киберспорт, какие-то компьютерные игры Они же сейчас выросли, они стали взрослыми джентльменами, которые занимаются ответственно Многие из них стали занимать какие-то интересные ответственные посты И им уже не нужно объяснять, что такое киберспорт И гораздо проще теперь с сильными мира SEO договариваться Потому что они уже в этом материале погружены Ну да, если мы возьмем взрослых людей, как я уже говорил Средний возраст людей, знакомых с компьютерными играми, с киберспортом Он постоянно растет Я лично знаю двух заместителей губернатора Один из них играет в доту до сих пор А один был старкрафтером Когда ты к нему приходишь, говоришь, что нужно провести такой-то турнир Он уже не смотрит на тебя, как на инопланетянина Я вам больше того скажу, это не мы к ним приходим Это они приходят к нам и говорят Так, я вот Команду собрал Давайте Ну не совсем Да, в том числе, возможно Вот, поэтому В этом смысле, да, становится проще Но опять же И сложнее тоже становится Потому что когда мы начинали Я еще с конца 90-х годов Игр соревновательных было не так много И было легко выбрать Во что людям соревноваться Ну, в общем-то, во что люди соревновались Потому и проводились турниры Сейчас Вот мы, например У нас несколько дисциплин компьютерного спорта И только в одном виде программы Внутри одной дисциплины Например, мы можем провести чемпионат России Ну, по условиям формата проведения Все-таки нам Так как мы официально признанный вид спорта Мы стараемся киберспорт интегрировать в эту систему И здесь тоже некоторого рода возникают сложности И опять же Огромное количество сейчас игр Да Не столько осложняет выбор В чью-то пользу Сколько Значительно чаще вызывает Вопросы У тех людей, которые играют в другие игры А почему по нашим не проводится Почему Почему Во всероссийской киберспортивной студенческой лиге Нет такой-то, например, игры И приходится объяснять людям Что Почему Мы не уклоняемся от вопросов Стараемся ответить всем Еще Такой вопрос Если мы берем все-таки за идеальную модель Пока на данный момент Развитие киберспорта Корею Где Ну, это просто на каком-то поднебесном уровне Там целые телеканалы Причем центральные посвящены Чемпионатам Там киберспортсменов знает в лицо Каждый дворник И, конечно Там Развиваться киберспортсмену Чтобы развиваться киберспортсмену Необходимо попасть в какой-то клан Канал В какую-то команду Которая спонсируется Крупным бизнесом Средним бизнесом Это еще почитается За большую честь То есть спонсировать Какую-то хорошую Крупную киберспортивную организацию Как у нас в России Сейчас с этим обстоит И просыпается ли У нас Крупный бизнес В отношении киберспорта Стали ли они обращать на него внимание Ну, конечно Киберспорт воспринимается Бизнес-структурами Ну, или коммерческими структурами Как способ коммуникации С широкой аудиторией Более того Иногда воспринимается Как эксклюзивный способ Коммуникации С определенной аудиторией Поэтому Увеличивается количество То есть, если раньше У нас только Скажем так Специализирующиеся На выпуске техники Компьютерной Были партнерами То есть, сейчас уже Бренды широкого профиля Выходят Оказывают поддержку Опять же, они видят массовость Видят, какое количество людей Следят за соревнованиями В этом смысле Прогресс есть Если мы говорим, кстати Про Корею То вот Один из забавных фактов Команда Орки Тренером, по сути И главой клана Которого был Президент нашей федерации Дмитрий Смит Они Настолько сильная была Команда по Старкрафту У них Еще в начале нулевых Что Их спортсмены В отборочном соревновании В одну из лиг Корейских В итоге в финале Соревновались Два представителя Клана Орки Один из них Осмодей Поехал туда В Корею И когда наши спортсмены В 2003 году Приехали На World Cyber Games Отобравшиеся здесь На национальных отборочных В Корею А он уже там месяц жил Они его встречают Прогуливаются с ним По улице И к нему подходят люди Берут автограф То есть для нас Это было что-то невероятное А по факту В Корее Это уже с 2000-х годов Спорт номер один Этому виду спорта Посвящены несколько Телеканалов И вот уже тогда Это было на таком Высоком уровне Что человека Просто узнавали на улице И подходили Как к звезде Брать автограф Хотя он вообще Не из этой страны В общем-то Он не из этой страны Но сейчас Китай Очень в этом направлении Двигается Семимильными шагами Если вы видите Ни одно серьезное соревнование Крупное международное Не обходится Без китайской команды И это тоже Азия И знаете Азиаты Они во всем Стараются Достигнуть совершенства А учитывая массовость Увлечения Можно сказать Что они В ближайшее время Будут очень серьезными Конкурентами Практически по всем направлениям Ну и напоследок Вот ваши прогнозы Перспективы развития Киберспорта На ближайшее Десятилетие Как вы это видите Куда нужно На что нужно делать упор В каких направлениях Развиваться До кого нужно достучаться Чтобы у нас был свой Китай, Корея Именно в плане популярности Я не думаю Что нам обязательно Кого-то копировать Все-таки у нас Условия уникальные И поэтому Можно найти Что-то свое Тем более Есть люди Которые занимаются Развитием этого направления Уже вот Не меньше Двух десятков лет Я думаю Что Во-первых В любом случае Вот сейчас Например у нас На чемпионате России В качестве технического Симулятора Присутствует игра Гонки на дронах Ну DCL The Game Но не суть до этого Была другая То есть Технологии Технологии Дошли до того Что вы В компьютерном пространстве Можете научиться Управлять Реальными техническими Средствами Причем Если раньше Ну вы знаете Наверное видели Что пилоты Самолетов Сначала Прежде чем управлять Настоящим самолетом Они на симуляторе То раньше Это было дорогостоящее Очень Мало кому доступное Оборудование То сейчас По сути Любой Школьник Студент Может приобрести Себе Пульт управления Этими Дронами Научиться управлять Не рискуя Ничем Разбить их И прочее В пространстве Виртуальном И потом Управлять Этими дронами Уже настоящими Потому что Вот у нас Например Призер И победитель Чемпионата России По техническому симулятору Он же является Призером Чемпионата России По дроном Настоящим Вот Это направление Очень перспективное Я считаю И здесь Наверное Оно в этом направлении Будет развиваться Мобильный гейминг Конечно Смартфоны Становятся Все мощнее И мощнее Скорость интернета Мобильного Становится Все быстрее И быстрее Если вы видели То уже даже Шутеры Такие игры Которые раньше В общем-то В основном играли На патронах Мышки вообще Невозможно было представить Сейчас уже многие люди играют На планшете Или на телефоне В этом направлении тоже Развитие Я думаю Будет продвигаться Ну и виртуальная реальность Никуда от этого не уйти Сейчас она конечно Не так сильно распространена Но уже Вот у нас На чемпионате России Так как мы там Большое количество Дополнительных Кстати здесь Тоже можно прийти Попробовать Виртуальную реальность На площадке Мы сегодня Сделаем еще Экскурсию Обзорную По площадке Вот При этом Так как Игра по сути Повторяет ваши действия В реальном мире То эти игры Вот то Что позволяет В общем-то Избежать критики От того что Спортсмены Киберспортсмены Неподвижные ребята Сейчас уже Есть такие технологии Которые позволяют Человеку Не просто Двигать джойстиками И Управлять персонажем Своим в компьютерной игре Но и совершать Активные действия То есть бежать Приседать Подпрыгивать И все это Считывает Специальный аппарат И переносит В виртуальную реальность И поэтому В каком-то смысле Уже после Там я не знаю После одного раунда В такой игре Уже человек Потеешь Ну я боюсь Боюсь что Лет через 500 У нас детей ходить Будут учить Уже через компьютерный Симулятор Может быть это и неплохо Я не могу Не поинтересоваться Феноменом Одной игры Времен Мезозоя Которая Когда-то Давным-давно Была популярна Потом канула В небытие И сейчас Вдруг Она получила Вторую молодость Речь идет Об игре Герои Меча И магии Которая Просто Реинкарнировалась Как феникс Воспрялась Сейчас все В нее играют Что случилось Поменялось Что-то в игре Откуда Такая популярность Но на самом деле Если вы посмотрите Ее популярность Во многом связана С тем Что на нее Интересно смотреть То есть Огромное количество Людей В свое время Играло В игры Серии Герои Меча И магии 3 Я в свое время Проводил соревнования По этой игре И вот По Третьей Серии Игры У меня Участник Соревнования Были люди От 14 До 63 Лет Это еще Было В нулевых Дедушка мог со своим внуком Запросто Запросто То есть Причем Эта игра Одна из немногих игр Кстати Которую в огромном количестве Играли девушки То есть Даже домохозяйки И прочее То есть Аудитория У этой игры Огромная После того Как вышла 4 серия Которая оказалась Не столь популярная Да Немножко Скажем так Соревновательная активность Заглохла Но при этом Комьюнити Которая Играла Оно осталось Оно продолжило Поддерживать игру Постоянно Выходят новые патчи То есть Есть люди Которые программисты Которые еще В свое время Играли Они добавляют В том числе Даже новые замки В игру Новые карты Новые механики Новых юнитов Вот Плюс Это одна из Таких игр Которые Интересно смотреть Потому что Зачастую Если вы посмотрите Некоторые динамичные игры Да То стример играет И у него нет времени Даже никогда Пообщаться с Комьюнити Здесь Так как это пошаговая стратегия Вы сделали ход Вы объяснили все И набирается Достаточно большое количество Зрителей У этой трансляции Поэтому Плюс Там каждый раз Идет заново развитие То есть Вы начинаете с нуля Вы прокачиваете героя Вы строите замки И так далее То есть Вы каждую игру Проходите Некое эволюционное развитие За этим интересно наблюдать А так как она достаточно Времяемкое То вам проще Посмотреть стрим И посмотреть За чьей это игрой Чем сесть И самому Я не знаю Потратить 4 часа на игру Мне кажется Это связано Какая-то ностальгия есть Потому что все взрослые люди Сейчас до Твича Добрались до Твича Добрались до Твича Да Аудитория Которая Следит За какими-то Трансляциями Добралась до Твича То есть Как мы с вами Замечаем Что аудитория Киберспорта В среднем Зрительская Она не столько Молодеет Сколько взрослеет Матереет И У нее появляется Возможность Поддерживать То что им интересно Различными способами В том числе Программными В том числе Организации Каких-то ивентов И прочее Мне осталось Только пожелать Чтобы во-первых Сегодня победил сильнейший Но это конечно Будет Южный Федеральный Университет А во-вторых Пожелать вам удачи В этом нелегком На самом деле Потому что Киберспорт В России Исконно был Не самым популярным Изначально Явлением Но сейчас Действительно Он набирает Обороты И мы желаем Чтобы с геометрической Прогрессией Росла популярность Компьютерных игр И соответственно Киберспорта в целом Вам спасибо Что интересуетесь нами И рассказываете о нас Широкой общественности В том числе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому